Привет, это снова я. Узнали? В первый раз жизни заказала какой-то российский бьюти-бокс. Вообще, никогда раньше этим не занималась, не грешила, а тут вдруг решила, интересно попробовать. И чтобы это, как бы вы думали, это то, что написано в названии ролика, естественно. У кого я спрашиваю, что за ерунду я несу? Это косметичка от журнала Флакон и от интернет-издания Вандерзин. Уважаю я оба. И журнал Флакон. У меня есть несколько выпусков. Мне очень нравится их инстаграм. Чудники, кстати, если я не подписан на их инстаграм, то пишите из них просто потрясающие фотографии всегда. И журнал Вандерзин я тоже периодически подсчитываю, и оттуда я узнаю много на самом деле новых каких-то имен в музыке. Единственное, что они периодически очень сильно скатываются, конечно, вот в это вот женщина, girl power. Это мне не близко. Я, в общем-то, да, женщина, живущая в 19 веке, когда мужик главный, а бабье место на кухне и тыры-пыры. Я, как бы, да, не борюсь за свои права, потому что с моими правами все в порядке, меня все устраивает. И вот у них вышла такая косметичка. И еще это некий рубан. Фиг знает кто это, но, видимо, этот рубан, собственно, и сделал именно саму косметичку. Смысл вообще всех этих косметичек от журнала Флакон в том, что они коллаборируются с разными дизайнерскими брендами, которые выпускают одежду там и выпускают, собственно, косметичку специально под этот вот, да, бьюти-бокс. Упаковывают это все. То есть вы получаете не только дизайнерскую косметичку, но и какое-то наполнение. Стоила эта косметичка, кажется, 2 790. Я заплатила 3 090 рублей, потому что у меня еще была 300 рублей доставка. Не знаю, почему я не доложила ничего до бесплатной доставки или не было бесплатной доставки. Ну, не суть важная. Я решила, что вот это вот набивать корзину не пойми чем, ради того, чтобы получить бесплатную доставку, мне не надо, а лучше я заплачу за доставку. Мы за разумное потребление. Ничего мне было не нужно. Давайте, в общем, откроем и посмотрим, что я еще сама не открывала. Я прям вот не знаю, не знаю. Как всегда, мне совершенно неинтересна сумма наполнения, мне интересно качество в плане, будут ли там товары, которыми я смогу пользоваться. Потому что, например, там может лежать все, что угодно. Например, гель для депиляции мозжечка за 15 тысяч рублей, которым я пользоваться, в принципе, не буду, и он мне не нужен. Но стоимость будет выше. То есть я исхожу из того, что... из полезности, скажем так. Так. Первое, что я достаю, это авен, авин, как правильно считается, я не знаю. Это увлажняющий крем в 40 миллилитров. Давайте я его открою и посмотрю. Увлажняющий крем – это всегда хорошо. Увлажняющий крем мне всегда нужен. Я рада. 40 миллилитров, в принципе, это нормально. Это какая-то не прям миниатюрка. Мне хватит ровно настолько, чтобы он мне не надоел окончательно. Я его не возненавидела. Это вроде аптечная какая-то, да? Косметика. Я надеюсь, что не будет аллергии. Ну и увлажнение всегда, кстати. Я за плюс один продукт. Я буду, наверное, в одну кучку складывать продукты, которые мне – да, а в другую, которые мне – ну никак. Так, бумажка. Косметичка декабрь 2020. Такого еще не было, пишут они. Косметичка вне сезона времени и пространства. Любовно собраны двумя редакциями. Флакон Вендерзин совместно с люксовым брендом Рубан. Видите, он люксовый, а я ничего не знаю. Я только нищебродские бренды знаю. Эти для босячек, для батрачек. Каждая банка внутри – личная рекомендация главных редакторов, бьюти-гуру и бренд-менеджеров двух журналов. Этот косметоз мы юзаем изо дня в день. Я все-таки люблю, когда в прессе, да, в каких-то вот не используются, когда не используются такие слова, как косметоз, юзаем, это попахивает, знаете, содой или, как это, шайн-бомбитой. Все самое лучшее нашим читателям. И здесь QR-код, в котором мы можем узнать больше о наполнении. Ладно, это мы проехали. Пайот – это расслабляющее масло для душа с жасмином и белым чаем. Я очень люблю масла для душа. Я не знаю, пенящиеся оно или нет, но, в принципе, здесь 125 мл, если экономно расходовать. Я, скорее всего, буду экономно расходовать по йоту, потому что я никогда сама не покупала ничего себе и не куплю, потому что, ну, нет, не знаю, не вея мой максимум. Получу удовольствие – это да. Второй продукт – да. Третий. Собственно, из-за чего все это затевалось, я увидела, что один из продуктов от бренда Don't Touch My Skin идет в наборе, и мне попался гель для умывания. Я за гель для умывания. Там был либо какой-то крем с ретинолом, я так понимаю, либо вот гель для умывания. Это полноразмер. Он стоит, кстати, прилично. Мне тоже, опять же, все денег жалко было на него, но давно хотела попробовать. Don't Touch My Cleanser, он называется. Мягкий гель для умывания и очищения, очищения, очищения кожи. Чудненько попробую, а потом, наверное, куплю с ретинолом, потому что Don't Touch My Face, да, блогер, ее зовут. Забыла, как ее зовут. В общем, короче, Don't Touch My Face. У меня был бальзам для снятия макияжа в коллаборации ее с Organic Kitchen. Мне он очень понравился. Реально лучший бальзам был. И стоил он там что-то типа 400 рублей. Большая банка приличная. С удовольствием пользовался. Я думаю, что умывалка вот от нее лично мне тоже должна понравиться. Три плюсик. Так, что еще там есть? Dr. Jart Micro PH Form. Это, я так понимаю, тоже что-то для умывания. Гель-пенка для умывания и глубокого очищения. Всегда пригодится. Dr. Jart я пробовала только маски. У нас он стоит каких-то запредельных денег. Если заказывать, то заказывать, наверное, прямо из Кореи. С удовольствием воспользуюсь. Я думаю, что это какая-то тревел-версия. Здесь 30 пилилитров. Опять же, меня устраивает. С удовольствием воспользуюсь. Только поговорили про Organic Kitchen. И вот она. Это глаз скин. Успокаивающий, сияющий крем для ухода и макияжа. Крем для ухода и макияжа. От... От кого? От кого-то. Наверное, написано, собака-эдитор Ворслав. Маша Ворслав есть такая, я знаю. Наверное, от нее. Если он успокаивающий, то, по идее, это должно быть что-то для чувствительной кожи. Мне, скорее всего, подойдет. Единственное, я не очень люблю вот такие банки. В них лазить руками. Плюс 100 миллилитров крема для лица. Это очень много. Я бы даже рекомендовала Organic Kitchen за ту же стоимость. Я готова покупать меньший объем для лица, для глаз, для всего. Потому что у них крем для груди и крем для глаз в одинаковой таре. Нет. У меня грудь весит килограмм, наверное, 12. А глаза не весят ничего. Но плюсик. В общем, я с удовольствием воспользуюсь. О! Киллз! Мой канал, по-моему, начался с того, что я очень сильно обосрала Advent Calendar Kills года, наверное, три назад. Это маска, которая должна придавать сияние и энергию моей коже с крэнбери-клюквой. По-моему, она у меня была. Да, она у меня была. И я не почувствовала ничего прекрасного. Но стоит она до хренища. То есть, как бы, я с удовольствием воспользуюсь ей. Я потом в пустых банках расскажу, понравилось ли мне, потому что я уже не помню. Но, в принципе, у меня сейчас закончились все маски. И я ждала, что, ну, откуда-нибудь мне придет маска. И вот она пришла. Правда, здесь всего 14 мл. Но, разы на 2-3, наверное, хватит. У меня не очень большое лицо. Хорошо, что оно не для груди. Тоже плюсик. Копаемся дальше. Киллз же. Ультра фейшл крем. Это крем, который должен увлажнять меня в течение 24 часов. Тоже вот такая маленькая. 7 мл. Но Киллз, опять же, это достаточно дорогой бренд. И я думаю, на неделю, на две, наверное, даже мне хватит использования. И я смогу понять, хорош он или плох. Потому что все говорят, что Киллз очень сильно испортился после того, как его выкупил, наверное, Лореаль. Сейчас Лореаль всех купил, кроме меня. Дальше. Что там маленькое? Это помада Мак. Фрост липстик. Фрост липстик. Это значит, что она с блестяшками. Ну, посмотрим сейчас. Как оттенок называется? Pink Power 327. Мне кажется, что это будет что-то из серии 3 кусочка колбаски. Нет. Я никогда не была помады Мак. Да и бог с ним. Минус 1. Это, прям скажем, не моё. Видно, что они от этого просто избавлялись, видимо, от непопулярных оттенков. Потому что такой оттенок никто не хочет вернуться в 97-й год. Никто. Make Up For Ever Step 1. Это увлажняющий праймер под макияж. Я всегда за праймеры увлажняющие. Я с удовольствием его попробую. У меня есть сейчас Sleek. У меня есть от ещё какого-то бренда увлажняющий праймер. Я с удовольствием попробую, потому что я давно хотела. Но без пробы покупать базу под макияж, там типа за полторы-две тысячи, я что-то не очень была готова. Но этого мне хватит, чтобы понять, нужна ли она мне. Это идёт в плюс. Какая-то банка. О! Элими. Коллагеновый розовый очищающий бальзам. 20 грамм. Я обожаю очищающие бальзамы. Я... Ох! Он так вкусно пахнет розой, как косметика от Byte Re. Очень натуральный розовый аромат. И это бальзам. Мягенький такой сорбет для снятия макияжа. Я обожаю сорбеты для снятия макияжа. Это просто мои фавориты в использовании. Я с удовольствием буду им пользоваться. Это прям и Элевиз. Но он дорогостоящий. И я сама его не покупаю. Но регулярно получаю в каких-то боксах. Не понимаю. Он не популярен. То есть он дорогой бренд. Но у меня, наверное, уже банок 7-8 стоит. И там 3-4 из них прям полноразмерные. И они мне нравятся. Действительно. Но там крем стоит, там, не знаю, 50-100 долларов. Что с ним не так? Не могу понять. Так. Это Биаре Акварич Бич. Солнцезащитный флюид SPF 50. Ну, я не пользуюсь SPF. Я сказала, что не пользуюсь SPF. И меня не ударила молния. Значит, все в порядке. 50 плюс – это неплохо. Я надеюсь, что это не возраст. Буду использовать его, наверное, как базу. Или как какой-то дневной крем. Почему нет? Может быть, уже действительно пора попробовать что-то 50 плюс. Пусть это будет SPF. Плюсик. Тем более Биары – неплохая фирма. Клоранс – это эксфолиирующий скраб для тела. Но Полина Сплайн говорит, что она пользует его на лицо. И ей очень нравится. Может быть, мне тоже стоит попробовать его на лицо. Надо пробовать в жизни что-то новое. Даже если это на лицо. 30 мл – это такая travel-версия-миниатюра. Ее периодически можно купить на официальном сайте Клоранс. Но частенько их кладут в подарок при покупке от определенной суммы. То есть, в принципе, это… Я даже не знаю. Я поставлю это в минус. Потому что я часто делаю покупки на официальном сайте. И, в принципе, я могла бы ее просто кинуть в корзину в качестве подарка. Поэтому я ставлю это в минус. Но в такой, знаете, не сильный минус. И что-то еще осталось. Это сиси-крем от Эрбориан в оттенке, который называется Клэр. У меня есть этот сиси-крем в нормальной упаковке. Это прям пробник-пробник. Если бы я считала сумму наполнения, я бы считать его не стала ни в коем случае. Собственно, как и Клорансовский. Но, в принципе, он пригодится. Я куда-нибудь поеду и воспользуюсь. Он желтоват. У Эрбориан я уже миллион раз говорила. Проблема. Так как это все-таки какой-то корейско-французский, насколько я знаю, бренд. У них почему-то очень желтые тональников. Вот этот Клэр, он самый светлый, но он реально желтый. Если его разбавлять с какой-то сиялочкой нормально, возьму его с собой в ха-ха отпуск в 2070 году. Или в дом престарелых, когда меня будет Анфиса туда переселять. Еще осталось чего-то еще. Don't touch my mess. Окей, я наклею это на телефон с удовольствием. Yves Saint Laurent. О, Yves Saint Laurent вошел в мою жизнь. У меня сейчас на губах тинт Yves Saint Laurent в оттенке 9. И он потрясающий. Просто я купила сейчас в Ревгоше скидки были на именно вот этот оттенок. Мне Оля давно-давно подарила пробник. Сказала, что ей не понравилось, а я прям в восторге. И я поняла, что я, когда наношу на губы это средство, мне прям лучше. То есть я даже хочу снять какой-нибудь видос про косметику, которой я пользуюсь. И мир вокруг становится лучше. Я получаю прямо удовольствие от этого. И вот это один из тех продуктов. Я разорилась, купила себе. Ну как разорилась, опять же, там скидка была. И я купила его за 1100 рублей, кажется, вместо там трех-четырех. В общем, я безумно довольна. Он очень хорошо смотрится. И фишка в том, что он лаковый. То есть это красная лаковая помада жидкая. Но она достаточно стойкая. И когда трогаешь кого-то, остается только именно вот этот лак сходит, а не красный цвет. Недавно, насколько я помню, Линда Халберг выпустила нечто подобное. Ну, а это уже не новая фишка у Yves Saint Laurent. Я так понимаю, что они именно этот оттенок вообще снимают с производства. Так что, ну, обожаю. Так вот, вернемся к флакону. Yves Saint Laurent Touchecla – это тональная основа, которая должна меня разбудить. Ну, это прям совсем миниатюра. Я думаю, что это дают в подарок при покупке на официальном сайте Yves Saint Laurent. Давайте посмотрим, хоть какой оттенок. Потому что я даже прочитать не могу. Ой, он очень жидкий. И очень желтый тоже. Пахнет приятно какими-то цветами. Но он слишком для меня, конечно, желтый. Прям вот, ну... Но он прям сразу впитался в кожу. Надо, конечно, наносить на лицо, чтобы понять, хороший он или нет. Я попробую, но это совсем миниатюрка. Конечно, я ее в да, но... На стоимость наполнения, она никак не влияет, если бы мы ее учитывали. Бигарат Концентрей. Жан-Клод Элина. Не для продажи написано. Я даже не знаю, что это вообще. Туалетная вода. Это Фредерик Маль. Прекрасно. Фредерик Маль, я знаю, кто это. У меня нет такого пробника. Ну, это прям пробник-пробник. Вроде бы обоняние ко мне вернулось. Это цитрусы. Цитрусы с какими-то палками ивовыми. Цитрусы, которые висят на ивовых прутиках. Ну, ничего. В общем-то, я люблю парфюм. Пусть будет, но это прям пробник-пробник. И последнее тоже пробник-пробник или нет. Это Веледа Skin Food. Бальзам для губ. Я так понимаю, где хоть слово либо по-английски, либо по-русски. Что это? Что это? Я вижу французский. Я вижу шведский. Я вижу китайский. Это что-то для тела? Иисусе, что это? Я не понимаю, что это. Немецкий, вижу. В общем, короче, это что-то для тела, какая-то хрень. Я думала, что это бальзам для губ. Хорошо на губы не стала мазать. Сейчас намажем. Это что-то масляное, пахнущее травяной настойкой от бабушки Агафьи. Безумно плотный какой-то бальзам. Кто знает, что это? Пожалуйста, напишите мне Skin Food. Swan Intensive Visage Аккорб. Ну, если это для тела, то это прям какое-то позорище, потому что здесь 10 миллилитров. На какое тело я намажу? На левую пятку? Вот только если это бальзам для пяток, меня это удовлетворит. Итого, однозначный минус 1 это помада, потому что... Нет. Ребят, даже не пытайтесь объяснить, что это модный цвет. Нет. Нет. пробник, 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 пробник. Пять прям таких пробников совсем-совсем, а остальное, в принципе, я действительно все буду использовать. Наверное, да, я, собственно говоря, только за Don't Touch My Clean, за Elemis и за Payot наверное, отдала бы уже эти там 2,700. Так что, в принципе, я довольна. еще косметичка и я, пожалуй, буду ее использовать или кому-нибудь подарю. Тем более, она пишет лакшери и фэшн бренд. И ее можно использовать как модную пилотку. Вот. Мне кажется, что это тот головной убор, в котором надо провожать 2020 год, чтобы не совсем поехать кукухой. Вот. Вы как вообще? Все ли у вас хорошо? Не забудьте подписаться на меня. Не забудьте подписаться на мой инстаграм собакамакаказил. И дай вам Бог здоровья. Пока.